К одесским новостям. Новый старый прокурор Николай Стоянов попадает под закон иллюстрации. Он должен быть снят с должности, заверило Министерство юстиции Украины. Но его увольнение только в компетенции генерального прокурора. Подробности в следующем сюжете. Семь дней митинга под Одесской областной прокуратурой и Министерство юстиции заявило о необходимости иллюстрации старого нового прокурора Николая Стоянова. Однако одесские активисты обещают протестовать до реформирования всей судебной системы. Стоянов был уволен еще до появления закона иллюстрации, но он все равно попадает под его действия. Соответствующее пояснение опубликовано на сайте Министерства юстиции Украины. Недавно назначенный прокурор был восстановлен в должности по решению суда двухгодичной давности. Помимо того, что я рада, что хотя бы Министерство юстиции отреагировало, этот момент показывает и отображает вообще вот каково обычному гражданину Украины бороться. Нельзя подмести в одном месте, убрать одного Стоянова и вам пришлют другого Стоянова с другой фамилией. Активисты продолжают борьбу против Стоянова и ждут, когда он закончит поездки по области и выйдет к людям. Дежурят под областной прокуратурой круглосуточно, не обходятся и без инцидентов. Ночью пришлось вызвать полицию. Одного забрала все-таки полиция, потому что он, во-первых, был в нетрезвом состоянии, во-вторых, он очень громко выражался, уже темно было. А так мы нормально с ними общаемся, пытаемся нормально пояснить, что здесь провокаторов не надо. Напомню, в 2010 году Стоянов также был заместителем прокурора Николаевской области, поэтому к одесситам присоединились активисты из Николаева. Люстрировать одного только Стоянова недостаточно, заверяют присутствующие. Необходимо реформировать всю правоохранительную систему. Люстрировать то можно и в найближчем часу, а просто чтобы результаты от этого, они будут трошки, так сказать, отдалены. Как сказал товарищ Дэн Сяопин, говорит, мне не байд уже какого колера кишка, главное, чтобы она ловила мишей. Стоянов должен быть уволен сразу после назначения на должность, однако это в компетенции только генерального прокурора.